А всем привет друзья! Сегодня мы сделаем полезную самоделку из 200 литровой бочки. А точнее попробуем сделать. Ну и посмотрим, что у нас получится. Как всегда с вами Сергей. Давайте начинать! Ну и начнем пожалуй с самого большого геморроя. Нам нужно разрезать бочку на две половины. Для этого фиксируем ее, чтобы она не укатилась. Затем берем болгарочку и погнали! Сказать честно друзья, это пожалуй самый долгий рез болгаркой в моей жизни. Даже немного приутомился. Так, пополам есть. Теперь займемся днищем. Так, с бочкой пока все. Кстати, напишите в комментах, что можно сделать из второй половины. Мне пока в голову ничего не пришло. Теперь вызываем экзибита и начинаем передачу «Тачка на прокачку». Для начала снимем корыто. Оно нам не понадобится. И как всегда на морозе, шуруповерт умирает просто моментально. Ну и ладно, у нас есть волшебная отвертка. А точнее вот такой интересный мультитул от компании Лезерман, которым мы сейчас легко выкрутим все наши винтики. Помимо отвертки, тут еще есть много полезных штучек. Он легкий и всегда можно взять его с собой. Открыть любимый напиток или вскрыть банку тушника. Американское производство и гарантия 25 лет позволяет хоть бросаться им об стену и вам бесплатно заменят поломку. Или вообще заменят весь мультитул. Купить такой можно на сайте allerman.ru Для своих подписчиков я выбил промокод на скидку 15%. Все ссылочки будут под видео, так что это хороший подарок. А мы продолжаем дальше выкручивать болты. Второй, третий и четвертый. Затем снимаем корыто. И приступаем к следующей головоломке. Как объединить полбочки и каркас от тачки? Мысль пришла только одна. Нужна сварка. Так что замеряем рулеткой расстояние и отмеряем на профильной трубе 60 сантимов. Закрепляем струбциной и отрезаем пару кусков профильной трубы. Кстати, все инструменты и ссылки на них я оставлю в описании под видео. Я очень дико пользуюсь инструментом и его не жалею. И как ни странно, он у меня живет очень долго. Так что проверено лично. Для лучшего хвата сварки решил убрать ржавчину. Хоть мы и делаем какой-то трэш, но стараемся все по ГОСТу. Как всегда, струбцины приходят на помощь. Прижимаем нашу заготовку и привариваем. Так что глаза, ребята, не ловим зайцев. Для себя я сделал вывод, что Ресанта на 190 подходит идеально для новичка. Спасибо Кенту, что дал ей попользоваться. Теперь я себе точно такую куплю. Теперь нужно закрепить кусок бочки. Сказать честно, это был адский геморрой. Я даже не заметил, как сел аккумулятор на камере. В итоге закрепил на саморезы, предварительно просверлив отверстие. Ну и добавил немножко сварки. Осталось добавить цепную передачу, накинутую на УШМ, и два колеса сзади. И можно гонять по участку. Как говорится, фантазия поперла на ура. В итоге мы получили адскую конструкцию, которая, как ни странно, чистит снег. Но учитывая, что пару дней назад я мудохнулся с лопатой, теперь с интересом жду снегопада. Но все равно в глубине души мне кажется, что эта тачка еще не доработана. Так что пишите в комментах, что можно улучшить. Ну а на сегодня все, друзья. Жду ваших комментов под видео. Ну а если понравился этот адский аппарат, то поставь пальчик вверх. Мне будет приятно. А если еще не подписан, то жмякай на красную кнопку. И не забудь зацепить колокольчик. А то что-то в последнее время YouTube совсем не хочет оповещать зрителей. А также заглядывай ко мне в Instagram. Все ссылочки в описании. Еще раз спасибо. Всем предновогоднего настроения. Всем пока-пока.